Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание в Крышка в Ленин-Киеве, в Ленин-Киеве, в Ленин-Киеве, в Ленин-Киеве, в Ленин-Киеве, в Ленин-Киеве, в Ленин-Киеве. Это первое занятие в новом учебном году. Новый учебный год у нас 23-й, 24-й. А поскольку у нас был большой террорист, он позволял глубоко ранить в диалектику Гегеля, посвятить Ленину. Ну и мы идем таким шагом с вами в этом кружке, что не спешим в том плане, что у нас задача не в том, чтобы быстро проскочить, быстро можно взять, пролистать, можно взять оглавление, прочитать. А у нас задача в том, чтобы видеть именно выведение. И вот эта задача, выведение, она должна быть не просто выведением одного противоречия, потом другого противоречия, потом третьего противоречия, и понимание, перебирание этих противоречий. Вот не так должно быть построено. Как построен капитал Маркса? Берется какое противоречие? Самое простое противоречие – товара. И это противоречие товара рассматривается, потом оно превращается в противоречие капитала, потом оно превращается в то, что является сущностью капитализма, и тогда рассматриваются его являющиеся формы. Вот, скажем, третий том. Разве в третьем томе написано, что цены устанавливаются по стоимости? Ничего подобного. Никто по стоимости ничего не продает капитализм. А задача первого тома была в том, чтобы догадать, что если будут цены устанавливаться по стоимости, то возможно эксплуатация и возможно прибавочная стоимость. Соответственно, и категории, которые на поверхности явлений, отличаются тем категории, которые являются категориями сущности. Это в первом томе. Поэтому на поверхности явлений не прибавочная стоимость, а прибыль. И не отдельные капиталисты предполагаются, как они получают свою прибавочную стоимость эксплуатирования рабочих. А братство капиталистов. В чем состоит это братство? А вот неважно, чем вы занимаетесь. Вот вы блюминги готовите, вы корабли, я носки, а вы помидоры продаете. Но поскольку речь идет о том, что это уже развитый капитализм, капитализм означает, что если в какой-то отрасли вдруг, если мы в целом картину рассматриваем, прибыль больше, то туда перераспределяется, перетекает капитал. И с разбега получается иногда так, что он настолько много туда его перетечет, что там происходит падение цены, такое, что снижает всю прибыль, и тогда капитал оттуда начинает утекать. И так с каждой отраслью. Поэтому идет уравнивание этого самого капитала, то это уравнивание никогда не сводится просто к покою, а к постоянному движению. И чем бы вы ни занимались в условиях капитализма, хотите вы строите бомбардировщики, хотите атомные ракеты, хотите делайте автомобили, а у вас все равно должно быть равная прибыль на равный капитал. Понятно, что там все зависит уже от цикла воспроизводства и от времени производства. И, скажем, домную, домную, построить довольно долго, а сделать, скажем, вот такие телефоны, можно их сейчас клепать быстро. И, наверное, товарищи, которые следили за тем, как оргтехника у нас меняется в сцене, помните, сколько принтера стоили? Это у нас принтер, который появился в Народной правде, он стоил 55 тысяч, и нам его подарили, потому что мы не могли купить такой принтер. Сейчас хороший принтер, который печатает вот на А4, принтер за 2 тысячи рублей, раз, и напечатает. И такой проблемный. Ну, это относится вообще ко всем товарам в капиталистической экономике, и поэтому не так обстоит дело, что вот Маркс доказал, что прибавочная стоимость – это сущность, и что мы в этой сущности будем тянуть, или мы должны видеть, как эта сущность проявляет себя вовне, как явление. То есть мы должны это раскрывать. И отсюда тогда и выясняются некоторые закономерности, как, например, тенденция, норма прибыли к понижению. Почему? Почему такое? Откуда такая тенденция? Ну, потому что накапливается постепенно капитал. Основной капитал накапливается, который… А основной – это тот, который не тратится только за один цикл. А тот – это станки, машины, оборудование, производственные здания и так далее. Накоплено столько этого самого капитала, что когда вы разделите эту прибыль, полученную после продажи своего продукта, и у вас получится достаточно малая величина. Но именно потому, что имеет место перелив капитала и нет полномерного развития. То есть за переливом капитала неважно, чем вы занимаетесь, насквей вы производите, чулки, или какие-то кремы, или вы производите блюминги, а это все равно самолеты, вертолеты, танки. Это не имеет никакого значения. В конце концов, это все сводится к тому, что должна быть обеспечена равная прибыль на равный капитал. Это называется… И вот цены, которые это обеспечивают, как называется? Не всякая птица долетает до середины Днепра. Называются они цены производства. Цена производства. А вовсе не просто цена. Вот цена производства – это издержки производства плюс средняя прибыль. И что собой представляет цена производства? Это не ту цену, она представляет цену, по которой продают и покупают. А ту цену, вокруг которой колеблются уже вот эти реальные цены, которые совершают постоянные колебательные движения. То вниз, то вверх и так далее, в зависимости от обстановки. Поэтому, когда кто-то думает, что по стоимости продаются, то современный капиталитель, ну он, так сказать, совсем уже отстает. Да, есть такие. И не понимает разницы между сущностью капитализма и являющимися формами. А являющаяся форма такая, что вот братство капиталистов. И так далее. Кто бы вы ни были, что бы вы ни делали, сколько вот вы вкладываете, вот, соответственно, такую же прибыль должны получать все, какую получают вот другие. Равная прибыль на равный капитал. Цена производства. Но потом, если возьмете вы конец третьего дома капитала, там выясняется, что приходится капиталистам арендовать землю у землевладельцев и платить аренду. Ну, значит, ну вот кому-то приходится платить, значит, класс капиталистов, так сказать, в этом тоже участвует. Ну и получается еще вот такое добавление, что цена еще включает все земельный грен. Ну, а дальнейшие исследования уже после МАКСа показали, что имеется, когда это рассматривается профсоюзное движение, если оно очень сильное, то двигаются цены в пользу рабочих. Чуть-чуть от этого центра поливания. То есть повышаются. Поэтому, когда рисуют кривые, вот в макроэкономике, там была бы кривая вот такая, а она вот больше идет в отношении, то есть вот зарплаты. По сравнению с тем, какой бы она была. И наоборот, нет профсоюзной борьбы. Ну, будет тоже кривая, только не такая высокая. Так что, и все это в ужасной, так сказать, экономической мысли разобрано, разрисовано и так далее. И вот тот, кто для этого изучает, он с этим сталкивается. Другое дело, что из тех, кто изучает, мало потом кто-то это использует. У нас же ведь с вами в чем отличие? Отличие в том, что партия, она не для того изучает, чтобы стать умным и на этом поставить точку. Действовать, я знаю, а он не знает. Или он больше знает в этом, а я знаю больше, а смысл для изучения в том, чтобы это применить. А тогда надо учитывать и такие автоисты, что у нас какой сейчас капитализм? Умирающий и загнивающий. Они такой блестящий, который так ловко все регулирует. А раз умирающий и загнивающий, значит, есть монополистические группы. И они не только на территории отдельных стран, они и весь мир уже поделили. Что такое? Вот начинают как новое рассказывать про глоболизм. Ну, хорошо, не вам не нравится империализм, вам не нравится шар земной, но можете сказать, не шар, а глобус. Вообще, это не глобус. Шар-то, он действительно, вот такая форма у Земли. А вообще, это не глобус. Глобус, он картонный. А у нас не картонная Земля. У нас Земля имеет и другое значение. Это вот тот групп, на котором стоят все эти капиталистические предприятия, по которым уходят железные дороги, над которыми летают самолеты. Поэтому, хотя вот пытаются иностранные, то есть буржуазные экономические мысли выдать за что-то новое глоболизм. Ну, а как понимать тот сформулированный Лениным момент, что все уже делены, на глазах, Земля поделена и идет борьба за ее передел. Какой вам еще глобализм? Уже, ну, давно было при Ленине в этом смысле глобализм, что глобус соединения вся разделена перед капиталистическими монополиями. Поэтому, где бы, вот, скажем, сейчас какой-то не вспыхнул конфликт, сразу, сразу выясняется, что его регулируют как-то и влияют на него, в Соединенных Штатах Америки. Обязательно. Ну, и в это вступают и другие, те, которые имеют на что-то монополию, которые могут, например, не давать нефть. Ну, иногда получается так, они не дают нефть, это данные цены, а прилетают самолеты из известной страны. И сажают это государство. Как было с Ираком. С Ливией. Ну, и с Суданом, и с Ливией. И с Ираком, и с Ираком. То есть там беда этих вот стран и народов в том, что они, у них там в земле много всяких богатств. Они нужны серьезным людям. А кто серьезные люди в условиях империализма? Империалисты. Азиасск-Амедия не серьезный. У серьезного человека что должно быть? Армия. Повернулся. И в военный союз. И в военном союзе должен быть начальник. Кто начальник сейчас не надо? Кто распределяет? Кто сколько отдаст на Украину? Соединенные Штаты Америки. Ну, уж не Украина же это распределяет. Украина, если взять в политикономическом смысле эту войну рассматривать, то получается, что вот что такое вооружение? Вооружение это же веществленный капитал. А веществленный труд. То есть там неживой труд американских, английских, немецких, чешских и других рабочих. А там этот труд овеществленный оружие, средствах уничтожения людей. И поэтому тот самый империарив американский вот он и предстает как тот строй, который называется фашизмом. А что такое фашизм? Открытое террористическое диктатухло наиболее реакционных, наиболее шевеллистических элементов финансового капитала. А финансовый капитал он называется не денежный. Как некоторые думают, если у меня в кошельке много мелочей и копейки бумажки, то это финансы. Финансовый капитал это означает такой банковский капитал, который сел. Капитал не финансовый, то есть не банковский. И получилась такая уния, что поскольку банки прежде чем дать, вот если вы меня попросите сейчас деньги, а я банкир, так я должен сначала выяснить, сможете ли вы отдать. То есть я должен все разузнать. И без этого я отдавать кредит не буду. Но когда я все выясню, я выясню, что надо сделать, чтобы вас купить. и что это была последняя у вас операция. Вот сначала вы получили от нас кредит, а потом вы стали в той организации, которую мы же и купили, и вам же и выгодно. Но нам-то еще более выгодно, потому что потом эти цены подняли на небес, до небес как монополисты, и за счет монопольной цены обогателить. Нет и думы, все финансовый капитал это денежно, это ерунда, это капитал банковский, сращенный промышленным при готовстве банков. Ну и так далее. То есть во всяком случае то, что я сейчас говорил, сводится к тому, что когда мы говорим об изучении капитала на акции, то надо рассматривать это как движение вот этого противоречия первого к товарному хозяйству. Противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью имеется свои ступени развития и проявляет себя во мне. А не так, что вот это рассмотрели, потом это рассмотрели, потом это рассмотрели, или как это мы сдали, это мы сдали, это мы сдали. И освободенные от того, что мы сдали, пошли заниматься другим делом, если это делать. Вот так обстоит дело. Ну я хочу сказать, что вот скажем, кружок у нас озабочен и об этом его миссия, сказать, тем, чтобы у нас не рассматривали эту диалексику так, что изучали и гордимся этим. А чтобы мы получили диалектический взгляд на те проблемы проблемы, которые есть. А в чем особенность диалектического подхода? А в том, что он сводится не к тому, чтобы вы все распилили на кусочки и к каждому кусочку применили диалексику. Не, не в этом. Вообще, если к каждому вашему кусочку применили диалексику, это значит взять вас целиком, а не резать, а не так, чтобы надо взять скальпель, скажем, вот у него вот это, вот это берем, вот это берем. Ну, а косточки, они тоже нужны для науки, как вы понимаете. Все врачи обязательно тренируются в морге. Ну, это хорошо. Я, например, поскольку у меня были разные операции, я всегда относился к этому позитивно, потому что лучше пусть меня режут те, кто порезает сначала мертвых. Они с меня начинают, с живого. Потом скажут, о, извини, не туда отрезали, не туда переместили, и так далее. То есть, вот это очень диалектическая природа деятельности у медиков, потому что они имеют дело с целым. И это целое, хотя оно может проявляться как болезнь головы, ноги, руки, скажем, легких, чего-то еще. На самом деле это всегда болезнь человека в целом. И надо этот человек рассматривать. Но, если мы замахиваемся на то, чтобы понять диалектику движения социализма, то вот насчет диалектики развития человека, пока дело обстоит так, что медицина в силу сложности объекта, она до этого уже пока не поднялась. Очень много исследований, много известных связей между одним другим, третьим. Но такой книгой, которая была, медицинская книга, из него исследовала обоснование того, как надо идти. Только что сейчас вдруг объявили, что все, не надо больше антибиотики выписывать, а не вредные. Сегодня, всегда. Очередной раз, что ли? А? Это очередной раз. Очередной раз. А до этого только и знали, что выписывать вам. Вот что, говорит, вот вам антибиотик. Антибиотик это против жизни, био. Антибиотик. Но имеется ввиду, наверное, не наша жизнь, а жизнь наших противников, так сказать, микробов и прочих. Но заодно и наша по нашей живности попадает по человеку. Ну вот мы поскольку взялись и у нас тема кружка уже в прошлом году была такая материалистичное исцелкование диалектики. Поэтому мы берем сейчас в рассмотрение такие предметы, которые являются материальными и хотим эту диалектику на этом примере понять. Отсюда следует, что нельзя и так рассматривать диалектику нового общественного устроя. Ну вот диалектика капитала есть, есть. Тут что надо делать? Изучать. Вот изучать надо капитал Маркса и книгу Смирнова, о которой вот как раз товарищ нас и сказал. Метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карномаркса. А вот здесь идет товарищ Анухин, который сейчас занимается тем, чтобы издать эту книгу в том числе. В числе тех материалов, которые необходимы для того, чтобы эпоха диктатура Катриата была победоносной, а не такой, что мы жили в эту эпоху, но ничего не могли добиться. Не получалось все время. По крайней мере, мы добились того, что у нас такая, единственная капиталистическая страна, которая после социализма. И у нас через все просвечивает социализм. Правильно? И это надо тоже понимать, и это надо защищать. У нас это уже в истории, как это колецо истории можно повернуть, но не все повернется. Но вы, особенно в головах, не повернется. Куда вы денете голову, никуда вы не денете. Если материальные условия можно изменить, и с ними это плохо, если уже страна ядерная, как Россия, ну как приватизировать ядерное производство и производство ракет? Да никак. Поэтому у нас в России 70% государственный сектор, он совсем не похож на капиталистические страны другие. И ничего тут приватизировать невозможно. Сейчас думали, что уже нет никакого производства вооружения, оказывается, и там есть, и там есть, и там есть, и там есть, и в разных местах. Но нас особенно об этом не информировали, и я думаю, и не будут. Вот в этом плане даже такой взгляд можно сказать со стороны того, как у нас наши товарищи изучают диалектику социализма. Ну вот они усвоили, что есть отдельные и некоторые противоречия. А эти отдельные противоречия, или надо системам противоречия взять? Система. Система. А что значит система? А система значит, из одного противоречия выводится, из другого третья, из третьего четвертого. Вот недавно товарищам исключить. Доклады они сделали, семинар такой провели, и у них вместо пяти противоречий социализма оказалось всего четыре. Потому что первое противоречие между коммунистической природой и социализма, и наличием родимых пятен капитализма, печатов капитализма во всех отношениях, не взято было. Раз не взято, значит остальные четыре не выведены из этого основного. А они просто взяты. Сколько они поверили, кому поверили, ну вот мне в том числе поверили. Но я не хотел бы, чтобы воспроизвалось это, о чем мы тут говорим. Я думаю, что мы говорим не для того, чтобы кто-то запомнил, что сказал другу. И не в этом стоит задача, а чтобы можно было вывести из чего, из простого сложного. А вывод состоит не просто в том, что называется, а это одно противоречие, второе, третье, так равен капиталь. Нет, надо, чтобы рассматривалось противоречие одно, самое простое или самое общее. Затем это противоречие должно рассматриваться как оно разрешается. Из разрешения противоречия следует другое противоречие, второе. Второе противоречие тоже как-то разрешается, из этого разрешения. И надо, вот, никто не пишет, из тех, кто ссылался на вот эту систему противоречия социализма, как разрешается эти противоречия, никто не пишет, как будто бы не борьба противоположность себя одного, а просто вот есть эти, вот есть эти, и вот эти, и они мирно живут. На первых сторонах одна сторона с другой мирно живет, и эти противоречия, они сами по себе присутствуют как несколько на личное бытие. А это не так. Поэтому, вот я хотел бы, имею в виду, что у нас как раз задача материалистического истолкования диалекса Гегера, мы здесь не первые с вами, а первые как Карл Маркс. Поскольку Карл Маркс это уже сделал, поэтому, по его примеру, нужно точно так же представить движение того общества, которое мы исследуем, а исследуем это общество, которое потеряно. Поэтому, в известном смысле, нам легко его исследовать, потому что мы увидели, что нужно для его строительства, для его становления и развития, потому что, скажем, переходный период это было становление социализма, а после переходного периода было что? Развитие социализма. Пока было развитие социализма, он не был развитой. Когда его стали называть «развитым», развитие социализма закончилось. и началось его разложение. И опять мы попали в становление, но в этом становлении уже было не становление более передовой формации, а наоборот, движение, становление капитализма из социализма. Это или вот кто изучал становление удивительных, там же есть сторона бытия и сторона ничто. И какие есть два движения противоположных? Переход бытия в ничто это что? Прихождение. Прихождение, а переход ничто в бытие? В возникновение. Ну так нигде не написано, что есть только возникновение и нет прихождения. Поэтому если мы забываем или не предпринимаем меры, чтобы это прихождение не происходило, то оно будет происходить. Не спрашивая никаких постановлений в съездах, рекомендаций, решений, борьбы, заявлений, книжек, которые вы особо об этом не написали. То есть это объективные жизни получается обратный ход событий, то есть контрреволюцию. Когда контрреволюция у нас начала? Когда у нас в партийных документах вместо лозунгов борьбы и задачи борьбы появилось в 61-м году, в 61-м. То когда программу прилили, в программе этого же все, не нужна диктатура пролитерата. А диктатура пролитерата нужна для того, чтобы продвигаться в полном фоне или не нужна? Нужна. А что, вы против решения сетра наступаете? А он не член партии, что это? Нечлен КПСС. Может? А спросить-то могу все равно? Я против. Вот видите, то есть, что получилось? То есть, решение партии, в партии в 60-х, поскольку я пропускал книжку свою, в 86-м году, к этому времени, в партии было 18,6 миллионов человек. И бурно набирали еще кого? Ну, я бы сказал, кого попало. Потому что, для того, чтобы, чтобы было красиво, если набирают большое количество интеллигентов, то это только что было еще вот какое-то количество рабочих, которые далеко не передовые уже, чтобы получилось 59% рабочих в составе принимаемых. Это вот, если кто читал, Сталин, и помнит, что предлагал Зиновьев, Зиновьев тоже предлагал начать еще принимать партию рабочих. Ну, Сталин объяснял, что мы всех передовых рабочих со стажем и с опытом именно с теми экономическими интересами, которые есть, и с пониманием этого, мы уже партию приняли. А сейчас вы будете принимать рабочих, которые вчера были мелкими буржуазами. И партия ваша станет мелкими буржуазами. Мало того, в это же время Зиновьев выступал за диктатуру партии. Дескать, вот давайте честно скажем, раз партия все решает, все определяет, она всякое государственное решение сначала проводится как партийное, давайте за диктатуру партии. В этом смысле это вот интересно читать Сталина своей точки зрения, ну как и Ленина подряд и Сталина, тогда вот только можно видеть, какая шла борьба. Если читать отдельные книги, это вот невозможно отловить. Я, например, поскольку понял, что надо читать подряд, я вот все стенограммы съездов, как и были, тоже прочитал, но как раз когда первый большой разговор пошел о демократии после девятнадцатого съезда, вот стенограммы девятнадцатого съезда нету до сих пор нету. А всех остальных съездах есть, которые при буржанном строе были, и первый, и второй, и третий съезд, и четвертый, и так далее. Нету только девятнадцатого. А еще у нас в Ахрасе развернулось на двадцатом съезда, стенограмма двадцатого съезда есть, но без доклада Мрущева, в Трикакульте личность. И только вот этот доклад появился в таком издании, которое было «Извести ЦК КПСС при Горбачеве». И, дескать, уже делал прошлое, вот он, пожалуйста, доклад. Ну, а что, члены партии, которые в девяносто, в шестьдесят первом году не заслуживали того, чтобы они почитали, какой доклад сделал Хрущев. А это от них, так сказать, скрыли. Ну, тем более, там уже, как в ахуй, там могла бы себя в борьбе речь, потому что, дескать, выбираем диктатуру группы ряда. Это борьба. Борьба. Упорная борьба. Крово-хоро и бескромная крово-хоро. Своя и хозяйственная традиция и администраторская против сил и традиций старого общества. Давайте, несколько товарищей, мы собрались на съезд, для того, чтобы прекратить эту борьбу против сил и традиций старого общества. И что тогда будет? Старое общество. Ну что, они все поднимутся и все перевернется. Что произошло в 20-м серии? Некоторые товарищи, бывшие члены партии, наши, которые сейчас уже не члены партии, этого не поняли по этому, они оказались, не потому, что они вообще какие-то плохие люди, нормальные люди, ничего плохого нет, но они этого не поняли. Раз не поняли, значит, они не годятся для того, чтобы быть членами рабочей партии России, потому что рабочая партия России, это партия диктатура пролетариата. Можно так сказать? Встановление. Почему это восстановление? Как еще раз? Партия диктатура пролетариата. Да. то есть диктатура пролетариата для нее и цель, цель, и средства, которые она должна использовать для того, чтобы и установить диктатуру, и довести эту диктатуру до чего? До полного коммунита, а не до коммунита. До коммунита уже надо ходили, уже было это, уже ходили. И вот уже в середине тридцатых годов уже был коммунита установлен. Вот вы-то не жили при коммунита? Я тоже жил? Тот вот. Вот, Владимир Александрович, вы сколько прожили при коммунита? 22 года. Сколько? 22 года. Ну, так вы много прожили при коммунита? Да. Ну, видите как? А вы вот не успели? Не успел. Попоздали. Родителей все равно нельзя видеть. Они уже не виноваты. Как 20? Что-то вы много насчитали. Да. Почему? 69-го по 91-й сколько? Почему-то по 91-й. 61-й не хотите? Это уже был переходный перец. А-а-а. Да. Но это приписка. Все, я тогда уже не жил вообще. Приписка. Я имел в виду до... Вот я 45-го года, значит, 15 лет... О, 5 лет до 50-х годов. И еще вот эти самые 50-е годы. Это 56-й? 56-й это... Нет, это 61-й. Это, значит, 11 лет от 50 до 55. 11-5. 16 лет я прожил при коммунении. А вы сколько прожил? А я и не жил. Вот. Вот это на себе. Здрасте. Не, ну если так считать, до 61-го, то я и не успел переписать. А я думал, до 91-го, тогда 22-го. А вот некоторые удивились, говорят, а почему вот так вот твердо стоите на таких позициях? Так я при коммунизме жил, и всем желаю. Я хорошо помню, когда я взял три копейки, поехал на храмвай в дом пионеров. Записался в какой хочешь кружок. Я сразу в художественное слово написал. Может, мне это сейчас и помогло, потому что потом мне сколько лекций началось читать. А там учились, стали... были мыли сливы, мыли воду слили, сшит колпак, да не по-колпаковски никак его переколпаковать, не перевык колпаковать и так далее. Всякие тренировки были. И потом я решил еще и кружок выпиливания. У меня дома и шкатулка, и узорная все выпиливано моими руками. Так что это функция рабочего. Хотя рабочий я был только в школе два дня в неделю. Вот в неделю в течение трех лет. Так, ну вот, значит задача, которая перед нами стоит не в том, чтобы видеть отдельные противоречия и рассуждать о противоречиях. Это мы уже с вами делали, проходили. Но мы знаем из науки логики, что эти все противоречия, они переходят, да, одно в другое и так далее. И вот наук-блоги это цельное издание, цельное. В нем кратит следующая категория включает в себя все предыдущие категории. Правильно? Да. Наличное бытие включает в себя становление. Становление включает в себя и бытие, и ничто. А бытие ничего не включает, потому что оно первое самое. Оно просто есть. А все остальные вот так. Берете какой-то категории сущности, это опять надо брать вместе в движении. То есть надо брать категорию вместе в движении. Вот таким образом надо поступать и социально. И хотя у нас в общем можно сказать что товарищи и партии в Красном Университете, ну и наши союзники так или иначе с этим согласны и это изучали. Ну вот такого системного понимания я думаю пока нет незаметных. Почему? Потому что обращают внимание на сами противоречия. Вот это, вот это, вот это и по дороге даже могут потерять одно. А почему? А потому что они никак не соединены эти противоречия. А их нельзя рассматривать отдельно. Значит пройдемся по этим противоречиям коммунизма в первой фазе. А для этого что нужно дать одно всеобщее сначала противоречие. А потом уже рассматривать как оно развертывается. А не так что вот это потом вот это потом вот это и так. А теперь запишите про это теперь про это запишите и теперь про это. Не так. А надо показывать как развертывается одно за другим и с одного противоречия совершается переход к другому противоречию. Ну вот скажем Если я спрошу, какое противоречие является всеобщим для первой фазы коммунизма? Я думаю, на этот вопрос все присутствующие ответят. Какое? Противоречие между бесклассовой природой? Ну, я еще и класса не знаю, что такое. Что-то много вы хотите отменивать бесклассовую природу. Забежали в индукторе вперед. Какое самое простое и самое в этом смысле богатое противоречие? Простое там находясь, все, что из него развернется, правильно? Родимые пятна капитализма? Сами пятна. Тогда они у вас бытие. Родимые пятна, вы тогда как капиталисты, буржуальные деньги выступаете, вы за пятна. А коммунизм у вас отрицание. Так получается? Ну, противоречие между первой фазой коммунизма и... Ну, что, откуда я знаю? А противоречие между самим социализмом и отрицанием внутреннего самого. И его собственным отрицанием внутри. А сначала я попросил. Между самим социализмом? Всего социализма-то. У нас нет того устроя. И родимые фазы коммунитета. Нет устроя такой формации, нет. Но нет такой формации. И что вы говорите? Между коммунистической природой и социализмом. То есть, он называется социализмом, а пока он... Ну, вообще-то это... Коммунизм. Да? Коммунизм. А какой коммунизм? Неразвитый. Который? Да. Неразвитый. Поэтому в нем есть его отрицание. Вот такой коммунизм с отрицанием. Отрисание это и есть. Вот те самые родимые пятна, про которые мы говорим. Что во всех отношениях, в экономическом, как Макс и писал, и Ленин после этого писал, нравственным умцам. Он носит такой коммунизм, который носит отпечаток старого строя. Коммунизм. Такой коммунизм, вы коммунист или социалист? Я коммунизм. Вот видите. А вот вы сказываетесь как социальность? Это недостаток. А это у него родимый, а не ты, у меня родимый Гитно. Это у меня родимый Гитно. У меня родимого. Родимый Гитно. Так, вот противоречие между коммунистической природой и социализмом, и это мы тогда берем, когда уже построен социализм. Пока он не построен, там противоречие было бы просто между капитализмом и коммунизмом. Правильно? Переходный период. Ну, борются с Сен-Карасенко. Один класс на другой. Буржуазей против пролетариата, пролетариат против пролетариата. Пролетариат за установление коммунизма, а буржуазей за разгром тех, кто пытается установить коммунизм. Вот и установили коммунизм. Построен социализм. То есть, что построен? Коммунизм. Дескать, мы будем жить при коммунизме. Ну, это, говорит, в таком убивущей безграмотности вот этой публике, которая сидела у нас есть. Мы живем. Вас не было, Владимир Александрович, меня не было, а коммунизм был. С 36-го года. Жалко нам не пришлось видеть, как он начинался. Ни коллективизацию, ни индустриализацию. Вот. То есть, у нас коммунизм был очень давно. С 36-го года. Россия жила при коммунизме до какого года? С 61-го. До 61-го. 30 лет переходный период. 30 лет еще борьбы было. И такое, и такое. Борьба-то все равно остается. Потому что при капитализме за коммунизм можно бороться. Вот мы и представляем собой тех, кто борется за коммунизм при капитализме. Что тут такого удивительного? Ну, без борьбы-то ничего не получается. Но кто-то не борется, кто-то, так сказать, ноет просто. Вот цены выросли. А вы что думали? Как будет капитализм, что будет? Вот зарплаты уменьшают. А вы думали, если я капиталист, а ты рабочий. И что, буду вам повышать зарплату? Даете. Я же должен стремиться к максимуму прибыли. А как я буду стремиться к балловых? Хорошо, что вы получаете зарплату. Уже хорошо. Так что вот противоречие, которое мы должны взять как всеобщее. То есть оно проявляется до какого времени оно всеобщее? До построения полного коммунизма, правильно? То есть пока полностью коммунизм не построен, будет противоречие между коммунистической природой и социализмом. И родимые пятна. Ну, раз вы не изжили родимые пятна, мы не изжили родимые пятна, значит, если эта противоречие остается, и вы не рядом нам остались, вот противоречие первое, а вот рядом второе, а вот рядом третье. А его нужно рассмотреть, понять, как оно разрешается, и из того, как оно разрешается, понять, в каких противоречиях оно выступает в других. Оно же выступает. Ни еще одно, ни второе, ни третье, ни четвертое, ни пятое. Хотя я, например, был очень озадачен, когда у меня получилось пять противоречий, но это ни в какие ворота не вели. Ну, три понятно, там, второй, первый, второй, третий. Третий, третий. Откуда пять? Сколько я ни думал, уже и книга написана, и диссертация докторская написана по этим проектам. Ну, непонятно. Ну, непонятно, откуда пять-то? Как может быть пять противоречий-то? И долго я на эту тему думал, уже все было опубликовано, и уже диссертация защищена. А потом я понял, что третье противоречие разворачивается в три. Получается, первое, второе, а третье разворачивается в три. Получается, один, два и еще три. Пять. Ну, это тогда видно только, если ты как раз смотришь, как разворачивается противоречие. А не так, что их вот берешь, как вот все время ругался, кигель против ряда положенностей. Никогда вот не владись и рядом. Это совсем не диалектика. Надо вот как в бутоне, как бутон раскрывается, как вот, скажем, цветок появляется, или как растение сначала поднимается без всяких цветков, и нет еще и бутончиков, потом бутончики, потом бутоны, а потом вот, а потом плоды, и так далее. Вот это развитие. Или желудь, когда сейчас вот желуди вот валяются, это же дуб или не дуб? Дуб. Сколько же дубов валяется, там, по всему городу? Дуб. И, так сказать, можно к этому поотнестись, если бы эти вот самые желудные люди эти, собирать их, сажать бы в наших, везде, где есть всякие пустыри, где есть там земля, как у нас вот столько дубовых рощиков. Нет, валяются на них, наступают, так едут, счищают и так далее. Ну, а я еще живу в то время, в этом мрачные годы, тоталитаритах, когда был желуделый кофе. Ну, я бы не сказал, что он вкуснее, чем... Ну, и был еще кофе, состав такой, в прошлый день, обез. Зерновой. Ну, поджарили эти зернышки, как следует, а скотируют, заваривали, пить можно. Ну, он дешевый был, поэтому его убрали. Я, и еще раз повторяю, он, конечно, не такой вкусный, как кофе, но такой был не для всех, кто-то кофе у него нет, а вот на желудокое кофе у него деньги бы всегда были, хоть залитие. Итак, противоречие между коммунистической призрой и социализмом и его отрицанием, связанным с выхождением социализма. Вы должны... Какой следующий шаг делать? Как оно разрешается? Поскольку это, так сказать, не то, что вот абсолютно новое, то, что я говорю, поэтому я и вопросы могу задать. Вот как разрешается это противоречие? Планомерно. 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 Вы рассказываете уже о его форме. А суть-то разрешения? Ну, в борьбе за установление полного полного полного. Спасибо, товарищи. Один человек вспомнил о борьбе противоположностей. Это, говорит, мощь, борьба противоположностей. Какие противоположности? Какие тут есть? Коммунизм и родимые пятна. Значит, это вот противоречие. А раз есть противоречие, это идет борьба противоположностей. В каком направлении? И в том, и в другом идет. То есть родимые пятна, они наступают, а коммунистическая природа социализма тем более наступает. Ну, а кто в итоге? Вот если идет превалирование вот этого, так сказать, движения к развитию коммунистических начал, коммунистической природы, сущности социализма, оно побеждает, тогда идет движение к коммунизму. А когда побеждает вот это вот истребление другое, да, скажем, общество поменьше и похуже, взять у него побольше и получше, то это будет движение назад. Ну и вот в этой борьбе происходит движение вперед. То есть противоречие, если кратко говорить, разрешается борьбой чего? Противоположностей. Каких? Таких, из которых состоит противоречие. Ничего тут придумать не надо, ничего запоминать даже не надо. Вы же запомнили противоречие первых ада коммунизма, общее. Ну, если вы общее противоречие между коммунистической природой, социализмом и отрицанием связанным с выхождением из капитализма, значит, какие будут борьбы для кого-чего? С одной стороны, коммунистическая природа, социализм, с другой стороны, борьба. Это его отрицание, и вот разрешается борьбой. Ну, разрешаться она может либо по линии движения вперед-вверх, по линии развития, если его превалирует, вот как раз борьба, коммунистическая природа. Или наоборот, когда люди считают, ну, уже почти построили коммунистическую. Ну, построили же в 36-ом году. Да. Ну, что это так, все и будем, чтобы вот так уходить, давайте отдохнем. Пока был Сталин, не давали отдыхать в этом отношении. А как только он умер, он говорит, ну, слава Богу, теперь никто не подгоняет, давайте не будем куда стремиться. Ну, это все спокойно, будем. И даже вообще убрать эту саму теорию диктатуру притерата, потому что она не дает спокойной жизни. Потому что это упорная борьба, кровавая, бескромная, экономическая, так сказать, административная, против силы традиций старого общества. Вот. Тут будет опять борьба. И так неспокойно все. А тут еще везде говорят, борьба, опять бороться, но давайте не будем бороться. Но если не будете бороться, как показали события, то будет с вами борьба. Не вы будете бороться против родивых пятна. Родины пятна могут. И они не будут больше пятнами, они станут целым. А в этом целом будут пятна коммунизма. Вот у нас в Куроке есть, он текно коммунизма при капитализме. Так или нет? Мы с вами на какой позиции стоим? На коммунистической. Речи, как и говорим, коммунистические. У нас там портреты, вот Гегель только не коммунист, но это он, потому что не было еще тогда коммунистической партии. А так он бы, наверное, скупил. Если бы Маркс его прочитал. Значит, борьбой. Я сколько ни смотрел, как вот товарищи вот к этим противоречиям относятся. А они вот этот пункт борьбы как-то его не рассматривают. Расрешается борьбой. Борьбой не вообще, а борьбой за коммунистическую природу социализма, против разливых пятенков и торгизма. Вот если в целом, вот только закончить с первой, с первым противоречиям, оно заканчивается так, что с переходом к другому. Потому что раз вы, если вы борете за коммунистическую природу социализма, то вам надо это рассмотреть конкретнее. Правильно? А что значит рассмотреть конкретнее? С чего надо начать рассматривать борьбу? Борьбу надо в какой сфере сначала рассматривать? В идейную? Политическую или экономическую? Экономическую. А в экономике какая борьба идет? Экономика такая, когда уже построен социализм. Экономика, в которой производство подчиняется общественным интересам. Как называется экономика, которая подчиняется общественным интересам? Это непосредственно общественный производство. Товарный или не талант? Не товарный. Не товарный. Не товарный. Не товарный. То есть вопрос об этом закрыт в переходный период. Но в каком смысле закрыт? В том смысле, что это уже не главный, не основной. А отрицание, что является? Отрицание вот этого поменьше дать общество, чтобы больше от него взять. То, что характерно для товарного производства. Товарного производства есть? Все, выпивайте. Нету. При социализме нет товарного производства. Оно в переходный период есть. А товарность есть как в момент. Вот вы же не злодей? Не злодей. А у вас недостатки есть? Ну, про вас не буду. У вас нет. У меня есть салют. У меня есть. У вас есть. Ну, вот видите, хоть мы хоть с вами, нам не жалко. Режьте нас, бейте. У нас есть недостатки. Но будете бить, мы вам напомним, что у вас тоже есть. Генеально. То есть, разрешение этого противоречия, противоречия, все противоречия разрешаются борьбой. Чего-то особенно придумывать не надо. И если мы изучали диалекцию, борьбу противоположности не надо забыть. Не надо ее забывать значит борьбой противоположности. Вот эта борьба противоположности экономической природы социализма борется. Ну, она видит тех людей, которые за это выступают. Правильно? Нет. И тех действий, которые, ну, враждебно, противоположны. Сколько у нас таких рабочих, которые стараются дать обществу поменьше и похуже, а взять от него денег побольше и получше. Да? И сколько пригвозили к подобному столбу. Тогда пригвозили. А потом при Хрущеве было наоборот. Бери с завода каждый гость. Здесь хотели хозяина, а не гости. Тот гость, которым пригвозить надо было? Ну, не было уже, их все разобрали просто. Вот их все растащили, и потом пригвозить уже нечем было тех, кто это делал. Хозяина. А еще, если вы помните, а может, не помните, нас вышли. Выберите закон о мелких хрещениях. Если вы до 100 рублей вытащили, нет преследования никого. То есть сегодня 99 рублей на 99 вытащили, на завтра вытащили. Но если вы 101 рубль вынесете, все, меч и головой жесткий меч. То есть будут вас судить и накажут. А как накажут? Какой-то штраф наложат и так далее. Все, что свыше 100 рублей оплатить. А что стоит платить больше 100 рублей? А до этого какое было наказание? А? Какое было наказание до этой рекламы? Ну, никакого особенного и не было. Ну, какой-то штраф. по-разному. И вообще это не преследовалось по-насаму. Это такое законе было. Но его же еще надо применять. Ну, кто же будет его применять, если люди такой закон ввели? Это те люди, которые не собираются его применять. Его же ввели не для того, чтобы преследовать тех, кто расстаскивает общественное добро. Вот ввели для того, чтобы не преследовать тех. Да. А когда не было еще этого закона, когда нельзя было ничего выносить, какое наказание было? А? Какое было наказание, когда ничего нельзя было выносить? Так или потом нельзя положить? А кое угодно. Посадят и все. И будете сидеть. Надо смотреть уголовный кодекс. У меня двоюродный брат в колхозе работал. Сколько жестко? Кочил два мешка зерна. Шесть лет просидел. За двоюродный брат. А у моей жены... Ну, я не слышал, чтобы он негативно усказался против колхоза, потому что он, в общем-то, как бы понимал, что это не сильно хорошо. Она украла меньше, так ей дали 25% от годовых трудодней она должна была отдать в колхоз. В зависимости от того, сколько и где, и как, при каких обстоятельствах. Короче говоря, и партия, и профсоюзы, и все общественные организации, и комсомолы. Там все должны были, и пионерские организации должны были заботиться о том, чтобы все действовали в интересах общественных. Правильно? Ну, вот такой вывод. Это значит, будет, тогда будет разрешаться это противоречие по линии движения не полного хумунизма в пол. Это, ясное дело, быстро не дойдет до полного хумунизма, но в движении будет. А если будет наоборот, если это будет, так сказать, если будет побеждать, побеждать богородимые пятна, ну, значит, углубляться будут эти богородимые пятна и отпечатки капитализма, и пока не сожрут, так сказать, и не закроют то самое коммунистическое начало, которое было основополагающим и главным. То есть, я подчеркиваю, что мы не просто говорим о противоречии, а о его разрешении. Вот оно разрешается вот так. Вот здесь, да, это разрешение этого противоречия, такое, при котором оно разрешается борьбой за полный коммунист, победоносный. Вот. Для этого есть все условия. после разгром капиталистического класса есть все условия для того, чтобы можно было разрешать его. Это только не нужно хотеть или нужно не хотеть организовывать, или нужно не хотеть вообще это делать. Или самим нужно существовать для того, чтобы полезть на какой-то высокий пост и получить больше денег. в России. Это и есть про социализм? Есть, конечно. Короче говоря, вот это противоречие между коммунистическим требованием социализма и отрицанием разрешается борьбой за коммунизм. То есть, борьбой за осуществление общественных интересов. Теперь второй вопрос. А что такое общественный интерес? Тут надо сказать, что тоже. Когда мы с профессором Моисенко этот вопрос решали, мы обнаружили, что формировок того, что такое экономические интересы нет в научной экономической литературе. А есть высказанные гегеля, что интересы двигать жизнью народу. Что надо ощущать интересы страны, ощущающие интересы. А что такое интересы? И мы написали сначала статью про экономические интересы при социализме, а потом написали в книге, в которой у нас была теория воспроизводства и управления социалистической экономикой. Это в Москве издано в предательстве мыслей. И в книге «Демократический централизм. Основный принцип управления социалистической экономикой». Мы это с теорией интересов использовали и говорили, что интересы это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им выгодно. То есть, если я хочу узнать ваши интересы, я должен с вами разговаривать или узнать ваше положение? Разговаривать мне с вами как-то на эту тему и не нужно. То есть, я знаю, если вы рабочий, вам выгодно вот это, если вы инженер, вам выгодно вот это. Если вы в таких условиях тяжелых, значит, вам выгодно эти тяжелые условия облегчить. Если у вас загазованность, наверное, вам выгодно, чтобы там было больше кислорода и меньше этих самых ядолитых и так далее. Если у вас тяжелый труд, значит, надо его облегчить. То есть, это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений. не то, что у них в голове, но то, что в голове называется интерес к. Вот вы проявили интерес к диалексике. Это экономический интерес? Нет. Это психологический интерес. И вот был такой ревизионист Ренегаточка Словацкий, член ЦК КПЧ, который издал книгу на русском языке. Она свезде распространялась в Советском Союзе. ОТОШИК, член ЦК КПЧ. Экономика, интересы, политика. Интересы к. У вас есть интерес к классовой борьбе? Это интерес к классовой борьбе, это интерес, который творится книжки, читайте книжки о классовой борьбе. Вот и все. А вы заинтересованы вести эту классовую борьбу? Это другой интерес. Это интерес экономический. То есть, не надо путать. И даже в языке интересов в или интерес к. интересы. Мы о чем будем говорить? О психологических интересах? Или об экономических интересах? Это надо сказать, что это засорена была, открыт, мысль обществоведов вот этой книжкой, которую широко распространяли. И поэтому вот он был надбитым, прежде всего, и вот с этим. То есть, экономические интересы – это такое тратистическое положение людей, которое показывает, что объективно выгодно и в какой мере. Вот понятно, что выгодно капиталистам – прибыль получать, что выгодно рабочим. Рабочим выгодно иметь большую зарплату и лучшие условия труда. Правильно? И сокращение рабочего дня его выгода. Чтобы работать меньше и работать более творчески и получать большую зарплату. и это было выражено в программе партии, которую как раз вот на двадцать в втором свете-то и убрали, где было написано, что дальнейший переход к шестичасовому рабочему дню с обязательством два часа для каждого работника уделить военному, обучению военному и профессиональному искусству, и профессиональному искусству и технике государственного управления. То есть вот работать шесть часов, а два часа обязательно учиться. Чему? И технике, так сказать, ну вот, тому, по той специальности, по которой вы, собственно говоря, учитесь, работаете, но еще и не только по этой, а технике государственного управления, чтобы все могли управлять государством. А как можно научиться управлять государством, если нет времени? Все, у нас работает время. Хорошо, что у нас еще все-таки восьмичасовый рабочий день, хотя он уже, так сказать, сваливается на девять и на десять и так далее. Но если нет времени, нет времени для развития. Нет времени для развития, нет времени для подготовки к борьбе. А нет времени для подготовки к борьбе, а что вы хотите? Ну так и будет, так и разваливаться. Поэтому и борьба рабочего класса должна в условиях капитализма идти, прежде всего, за свободное время, за сокращение рабочего дня. Сказать, что вот люди думают, что ничего, нам главное зарплату, так он зарплату все равно понедет. Цены повысят, и она будет понижена автоматами очень быстро. Значит, вот для того, чтобы, если мы так определили экономические интересы, тогда встает вопрос о том, можно переформулировать теперь, сформулировать новое противоречие, в которое теле вылилось, противоречие между коммунистической преградой и социализмом, и его отрицанием. Значит, мы должны бороться за приоритет критных интересов трудящихся, то есть общественных и экономических интересов. Против выдвижения в углового угла каких-либо ограниченных интересов отдельной личности, отдельного предприятия, отдельной отрасли, отдельной области. Правильно? То есть, вот эта же самая задача, которую мы рассматривали, когда говорили о разрешении противоречия между безвластной преградой коммунистической преградой, она разворачивается здесь, вот теперь, в борьбу между, в борьбу за общественные и экономические интересы и против тех интересов, которые являются противоположными этим самым общественным интересам. Но общественные и экономические интересы, у нас классы это еще не преодолены в первой фазе, значит, они носят классовый характер. А чьи это интересы? Нету таких средних интересов. Общественные интересы это не среди, нет, это самые передовые. Кого? Самые передовые. Обучу. Вот мы складывали, сидим сейчас, вот я вот профессор в гурразной, а он рабочий в гурразном офисе. У кого передовые интересы? У него. Только я его вроде больше знаю. Мы же говорим не о знании, а о сознании. Это вот еще Приханов писал. А по сознанию, положение рабочего, его сознание определяется с гораздо большей определенностью, чем положение интеллигента. Вот поэтому вот если мы тут берем вопрос, значит, это не вообще мы должны рассуждать про все общие интересы, интересы в обществе, в общественном, то есть интересы рабочего класса, вот борьба должна быть за интересы рабочего класса, и все должны за это бороться, в том числе и нерабочие. Вот тогда будет разрешаться это противоречие первое. И второе, вот уже второе определилось противоречие, между бесклассовой природой коммунизма, мы же при коммунизме уже жили с 36-го года, кто жил? Я донировал с 36-го, я с 45-го. Между коммунистической природой, бесклассовой природой социализма и, и вот у меня написано неправильно было в той книге, которую я издал, и, так сказать, и в докторстве неправильно было написано, и наличием классов в первой фазе у меня получилось два позитива. Это бесклассовая природа и наличие, наличие на этот позитив. И вот благодаря присутствующему здесь редактору мы исправили его, здесь уже написано правильно, и еще непреодоленным делением общества на класс. Тогда это отрицание, а не утверждение. А если наличие, то есть это вот не так просто было отловить. Это я вот сейчас могу говорить так свободно, я уже книги отстаивал, докторской диссертации в два раза, так сказать, и в университете, и в институте философии, и там все время все это сходило. Сходить-то сходило, но я, надо быть бдительным. Да. А в чем принципиальная разница между формулировками? Потому что одно позитивное, наличие. Наличие – это наличное бытие. Противоречие между бытием и бомбтием таких методов? Нет, противоречие. Безграмотный формулировок. Ну, я же придумал такое. А вот не заметил. То есть переход вот на диалектический язык и точная формулировка, и дни сразу приходят. Противоречие между бесклассовой природой и коммунизмом. Тут всем понятно. А коммунизм – это бесклассовое общество или нет? Но у нас социализм – это коммунизм или нет? Да. Все согласны, что это коммунизм? Все. Никто не спорит. А противоположное бесклассовое общество – какого обществу? Классовое. Значит, у нас уже классов нет, а есть только отпечаток классовости. Значит, надо это сформулировать так. И еще не преодоленном, не полностью преодоленном делении общества на классы. Вот тогда все получается хорошо. То есть противоречие между бесклассовой природой и коммунизмом, и еще не полностью преодоленном делении общества на классы. Честно. А из полного коммунизма откат… А? Возможно ли откат из полного коммунизма в социализм? Почему нет? А почему нет? А как это… А машина… Есть такая машина, которая не имеет заднего ухода? Машина есть такая, хоть одна. Робовладение же было в веке еще. А вот скажем, а вы не запомнили, как было робовладение в Америке, когда передовая страна капитализма, Англия, значит, отвозила всякие безелухи, которые она за копейки там, то есть свои британские единицы генерные, закупала и покупала рову у вождей племен, перевозила через антический океан, и продавала американцам. Тоже передавали… Робовладельцам. А борьба с рабовладельцами с демократами, то есть с республиканцами, с демократической партией была партия рабовладельцев. Но у меня тогда вопрос, а что такое полное преодоление классовых противоречий? Полное преодоление классов, это означает, когда нету различий по положению производства. А положение в производстве, это положение в чем? Во всем, в условиях труда, в заработной плате, в доходах, в времени, которое вы проводите. И даже если… Вот вы работаете, а после работы у вас свободное время. А я, как работал в советское время, такая у меня была функция, когда я стал профессором, и такая функция у меня и вы в это же время. Я вообще-то сижу дома, а когда надо пойти на лекцию, я сяду в трамвайчик и приеду. Свободно в трамвайчик и приеду, или пешком дойду за… Я ходил пешком, 20,5 часа я в Новосибирском. Рельсы отчитал, полтора часа, пошел домой. Не важно, мирового часа я там. Заодно я вылечил свои болезни, которые были связаны с малоподвижным образом жизни. Но есть такое у рабочих, такая возможность условиться? Нету такого возможности. Да. Так а вот в примере с рабовладением и Америкой, там же получается капиталистическое общество и рабовладельческое, они оба все равно классовые общества. Поэтому, мне кажется, переход между разными фазами класса общества… Почему это пример у вас вы взяли? У нас не классовое общество, мы же говорим об из классового общества. Нет, там просто пример приводят Америку с рабовладением. Кто? Ну вот вы сейчас говорили. Это пример отката. Так мы-то говорим о коммунизме. Мы выбираем какое общество. Вот. Нет. Мы это разбираем коммунистическое, бесклассовое. Нет, не помню. Бесклассовое или классовое? Бесклассовое. Ну раз безклассовое, разбирайте безклассовое общество. Примеры классового общества не годятся. Вот. Я об этом хотел сказать. А что вам мешает? Просто вопрос был про возможный откат из бесклассового… А почему вы не говорите то, что хотели, а говорите то, что не хотели? Вопрос-то был про откат из бесклассового общества в классовое, а привели как возможность, привели пример Отката квасового, квасовое, но просто более низкого, более низкого судьбе. Это в дальнейшем откате, потому что там, так сказать, есть же, может быть, откаты дальше. Вот разве нет такого? Разве, вот скажем, колониализм не состоял в том, чтобы ужасные страны пользовались трудом работников, рабочих в колониях, как рабским, по-существу? Ну вот, дорогая Англия имела такую большую колонию, как Индия. Ну как там, пожалеете, самые индийцы? Не случайно теперь президент во самой южной части, вот Индии, зовут Сталин. Это мне рассказал, у нас сейчас находится здесь член Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. Она выступала и на Лен-Ру, и в других местах, вот и рассказывала. Значит, еще раз, что получилось? Противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на класс. Преодоленное, но не полностью, с отрицанием. Еще не полностью преодоленным делением общества на класс. Как это противоречие решается? Скажите, пожалуйста. Борьбой. Борьбой. Это вот люди, которые не матерели, они знают, что вообще все противоречие решают борьбой, поэтому сразу раз и все. А какой борьбой? Участие всех в материальном производстве. А? Все должны участвовать в материальном производстве. Нет, какой борьбой? Уже скажут, что борьбой. И остается эту борьбу только определить. Какой борьбой? А? Это очень легко, на самом деле. Борьбой за бесклассовую природу коммунизму. А против, отвечать классовую себе. За интересы рабочего класса. За интересы рабочего класса. Вот, вы говорите. Обеспечивать надо приоритеты интересов рабочего класса. Потому что интересы рабочего класса именно в этом-то и состоят. Поэтому мы не просто повторяем, а мы их наполняем. Есть носители этих интересов. А не просто, так сказать, есть задача какая-то, которая спущена сверху или из каких-то рассуждений по противоречии. Носителем коммунизма кто является? Какой класс? Рабочий. Ну, так-то в чем проблема? Поэтому вошла в дектора пролетариата. Вот поэтому между, значит, это противоречие между, второе противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе разрешается борьбой за приоритеты интересов рабочего класса. Вот, скажем, рабочая партия России все время только тем и занимается, чтобы обеспечить приоритет интересов рабочего класса хотя бы в партии. Для начала. А потом и в обществе. Потому что если она в партии не сможет обеспечить приоритет интересов рабочего класса, а ее заговорят, так сказать, товарищи интеллигенты или такие рабочие, которые прикидываются, что они рабочие, на самом деле поглядли, так сказать, какое-нибудь буржуатное дело, они программисты. Так что, получается, интеллигенты лучше знают, что нужно рабочим, да? Нет, она лучше может заговорить рабочих. Они чувствуют, что не то. Болтвые. А высказать не могут. А то, что это не так просто высказать, вы уже убедились сегодня. Так вот, так я же спрашиваю, и ответ-то сразу не приходит. Так, значит, уже второе противоречие у нас. Первое было между коммунистической природой и социализмом, ее отрицанием, связанным с выхождением с капитализмом, а теперь между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов, ой, простите, и еще непреодоленным, еще не полностью преодоленным делением общества на классы. И вот это вот противоречие разрешается борьбой рабочего класса и обеспечением его руководящей роли в обществе. Правильно? Что вот субъектом, появился субъект этой борьбы за коммунизм, и вообще коммунизм за светлое будущее всего человечества. А появился тот класс, материальная сила, которая к этому ведет. А если у вас этой материальной силой ведет, то это получается пустые разговоры про коммунизм. Коммунизм, так сказать, это непосредственная цель рабочего класса, вытекающая из его интересов. И это цель, которая присоединяется к союзникам рабочего класса. Та интеллигенция, которая присоединяется к этой цели, это называется социалистическая интеллигенция. А та интеллигенция, которая тоже присоединяется к этому, она является буржуазной интеллигенцией, поскольку она является отпечатком старого строя в этом смысле. При этом это не значит, что они не могут, скажем, человек может в идеологии одну задачу решать, а в технике другую. Поэтому, скажем, и технические специалисты, как известно, и буржуазные специалисты привлекались к работе по строительству социализма, то есть коммунизма. Можно привлекать буржуазных специалистов к работе по строительству коммунизма? Можно. А кто будет привлекать? У кого? Власть, у кого должна быть? Если есть власть рабочего класса, диктатурный предприят, то он будет привлекать. Если он не будет привлекать, то его будет привлекать та интеллигенция, которая превратится в капиталистов, и будет отсидеть наша эго рабочего класса, что у нас и произошло. Вот у меня вопрос. Часть полдевятого, у нас прошло полтора часа. Мы можем дальше двигаться или можем в следующий раз продолжить? До сегодня достаточно? А? Давайте в следующий раз. Что? Давайте в следующий раз. Давайте в следующий раз. Потому что, ну вот мы сейчас фиксировали, что недостаточно перечислять противоречия, это не диалектика. А нужно, так сказать, показать, как вот одно противоречие, так сказать, переходит в другое. А вот мы сейчас брали всеобщее противоречие, оно стало экономическим противоречием. Это же экономическое противоречие. Между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Первое, если идти от всеобщего противоречия. Произорство обращаемся. Произорство какое? Прекоммуническое. Непосредственно общественное. А у нас какое коммуническое? Неполное. Значит, есть противоречие между его основной характеристикой, что оно непосредственно общественное. Все люди действуют в общественных интересах. И товарностью. А что такое талантность? Это отрицание социализма внутри самого социализма. А что я это сделаю? Но что я за это буду иметь? Мне интересно, что я за это буду иметь. А то, что я буду делать, это для меня личное, это средство. А цель для меня, что я буду иметь? Вот отношение к социализму, а что я за это буду иметь? Это буржуазное отношение. Помню. Это отрицание коммунистического отношения. Это вот второе противоречие. противоречия в экономике. То есть как вот это противоречие между бесклассом и природой коммунизма и наличием классов его первых и еще непределенным делением общественного класса, как оно проявляется у нас в экономике. Итак, самое простое противоречие, которое мы берем, одно целое, самое простое, самое тощее вроде, сначала тощее, но оно потом и наполняется всем содержанием между коммунистической природой социализма и его родимыми пятнами капитализма во всех отношениях. Раз во всех отношениях, то и в экономическом, значит экономика проявляется как противоречие между непосредственно общественным характером производства и что? Товарностью. Но не товарным производством. Если товарное производство это отдельный сектор, тогда это товарное производство, это социалистическое производство или коммунистическое, тогда это уклады, которые были в переходный период. А мы видим, социализм, когда переходный период завершился, укладов других больше нет, все коммунистическое, все красное наружит. Но в этом самом красном, в этом коммунистическом есть отрицание. То есть между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Это экономическое проговорение. И когда люди стали говорить, что у нас производство товарное, у них вот это отрицание стало положительным. А тогда коммунистическая природа, непосредственно общественный характер пропал. И получилось товарное хозяйство. А товарное хозяйство в своем развитии дает что? Капитализм. Капитализм. Вот тогда ничего удивительного нет. В этом смысл реформы 1965 года. Все как раз ориентиры, которые были нацелены на удовлетворение общественных интересов, убраны, сняты. А у нас была производительность труда, номенклатура и снижение себестоимости. Вот три показателя. И все они направлены на строительство коммунизма. Потому что без производительности труда, как Ленин говорил, не получится коммунизма. Самое важное, самое главное – победа нового страны. А если производительность труда, так себестоимость должна падать. Если себестоимость будет падать, если вы к ней накинете стандартную такую величину, вы получите цену снижающуюся, а не повышающуюся. Правильно? Поэтому цены снижались не из-за доброты товарища Сталина, а по сути дела. Вот. И третье – производительность труда, номенклатура и снижение себестоимости. И тогда и цены снижаются, и зарплата растет, и все повышается, улучшается и так далее. Это второе. А третье – производительность уже между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленным делением общества на классы. Ну почему? Как на него вышли? Потому что мы поставили вопрос, а раз еще классовость не преодолена полностью, значит, общественный интерес – это интересы. Какой большой группы? они не размазаны между всеми. Это не среднее, правильно? Вот передовое между… среднее между отрицательным и положительным. Какой? Ноль. Поэтому вот. Чьи это интересы? Интересы самого передового класса, интересы рабочего класса. Тот, кто хочет быть передовым человеком, в председательстве должен стоять на позициях рабочего класса и с этой точки зрения оценивать события и действовать. Так? Да. Отсюда и задача, и партия тогда понятна. Этим должна заниматься. Ну вот мы поэтому о том, значит, как вот это противоречие, третье между бесклассовой природой коммунинное наличие и еще непределенным делением, не полностью пределенным делением общественного класса, как оно разрешается. А вот противоречие, которое мы перед этим рассматривали между непосредственно общественным характером производства и товарностью, разрешается борьбой за приоритеты общественных и экономических интересов, которые по классовой природе своей являются интересами рабочего класса. Ну вот на этом мы и остановимся. И еще пока мы не разрешили эти все противоречия, потому что мы добрались только до третьего противоречия, а еще впереди два. И рядом стоящие противоречия, а из другого вытекают, да? Вот некоторые деятели утверждают, что при коммунизме есть отдельный класс служащие. Что? Что? Служащие отдельный класс, служащие интеллигенциям. Отдельный класс. Есть еще другой уровень запретить это считать. Военнослужащие еще есть. Мы сейчас говорим, мы сейчас говорим о том, что является Ацкадрисовская терапевтарна научно-служащий класс. Правильно? Вот это утверждают люди, которые являются учеными совсем другой области. Вы спросите меня что-нибудь по химии? А нет, вы химию хорошо знаете. Мы уже знаем, вы химию хорошо в школе учили. Наверное, да. Натрий сгарил там. Получается, вот те так называемые экономисты, которые вводили товарное производство в 61-м году в Советском Союзе, они, по сути, когда говорили, что все нормально и будет построение коммунизма, они пытались из желуди вырастить клюм. Нет. Они нас тащили напрямую по разному строю. То есть они это осознанно делали? Ну, они только прибавляют каждому своему действию слово социалистическое. Социалистическая проституция. Что? А насчет осознанности? Социалистический товар. Социалистический товар. Это вот можно так говорить? Социалистический товар. Ну, понятно. Если он товар, то смысл его в том, чтобы не для общества, а для того, для обмена. Мне не то важно, что я делаю, а то, что я продаю, а то важно, что за это буду иметь. Поэтому социалистическим не может быть товар. То есть вот у нас есть желудок – товар, есть из желудя дуб. Так же из товара будет капитализм. Не будет из товара никакого коммунизма. Так же, как из желудя не будет никакого плена. Не будет. Будет капитализм, конечно. А вообще, вот Михаил Васильевич Товарное, значит, что является всеобщим товарным производством? Это название чего? Капитализм. Капитализм. Вот. Капитализм – это всеобщее товар. Все в том. А вот у нас это и происходило, начиная с экономической реформы. А для нее были книжки уже соответствующие. Ваш вопрос. А вот, в принципе, я вот считаю, зачем вот рассматривать вот, что они там в 61-м году хотели и не хотели. Вот субъективную сторону. Важно то, чтобы получилось и все. Мы субъективную сторону не рассматриваем, мы рассматриваем действия. Действия. Ну вот действия, да. То есть вот эти действия конкретно привели к какому-то результату все. Мы говорим, а, о действиях и, б, о призывах действий. Призывы к антисоциалистическим действиям должны были, между прочим, замечены. Их надо было этих товарищей посадить в тюрьму. Понятно. Вот это действие. Ну, призывы к антисоциалистическим действиям. Пристали они и сажали в тюрьму. Но уже не все разбирались. А? Глубоко. Не все разбирались. Можно было обмануть. Ну, вот сидим. Теперь не смогли разобраться при социализме, разбираться. Теперь сидим разбираемся, чтобы знать о чем. Когда вот это воздуха будет мало, то вы будете оценивать, что вы это вздыхали воздух. Вот. А теперь, если из него будут делать, так сказать, все-таки, что-нибудь и в шарики забирать. Такая опасность есть, да. Следующее занятие у нас 24-го. 24-го. Вовторник. 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 У нас нормальный день, вторник. 24-го. Следующее занятие. Ну, я считаю, мы это, так сказать, продолжим. Я думаю, что мы в следующий раз вот эту систему противоречий социализма доведем до конца. То есть до какого? До разрешения. Теоретического разрешения, конечно. не практического. Но и это вот будет применением диалектической логики, но не отдельных его противоречий. Вот есть противоречия, вот у них есть сорок, вот есть борьба противополучия. Это же не нужно быть просто, так сказать, разложенным на куски. Вот человек, у есть рука, нога, голова, нос, глаз, ухо. Можно сложить. Можно сложить. Нарубить и сложить. Не попадайте в вас в крушение. Можно сложить. Можно сложить. Так что это очень важно. И надо сказать, что мы вот это не проделывали так совместно на кружке, но вот уже мы столько занимаемся, и уже, скажем так, у нас есть некое общее понимание того, как надо изучать противоречия, изучать надо движение в целом, а не брать отдельные выхватывать стороны там, отрицательные, положительные. Просто борьбу и так далее. Борьба тоже конкретной является. И потом классовая борьба – это борьба класса. А против? А против него может любой, кто не выполняет его, так сказать, интересы, мешает его интересам, а получается, что он, так сказать, идет по существу объективно выступление против интересов рабочего класса. А если мы это переводим на цель, тогда это вообще идеализм. Если коммунизм, светлое будущее всего человечества, – Вот вы верите в него? – Я научно. – А научно это вы верите? – Нет. Он боится, что вот Господь это верит. Он говорит, все верующие. – Нет. – Они говорят, что коммунизм не будет. Он говорит, он будет. Они верят, что он будет, а другие верят, что он. А так все верующие. Ну вот это, мне кажется, то, что нужно, как нужно применять изучение идеалекции для того, чтобы решать такие вопросы, чтобы это давало такую очень прочную систему в голове, что ее там смять как-то, испортить, сломать невозможно. Потому что это не призывы и не указания на цель светлое будущее всего коммунизма. Как написано вот над Лерийским училищем, там, «Наша цель – коммунизм». То есть вопрос – это все должно быть увязано и, прежде всего, и, в том числе, иметь экономическую подоплеху. Мы уже рассмотрели экономическую подоплеху. А когда мы говорим о классах, то мы говорим об интересах классов. Правильно? – Да. То есть мы все-таки берем в основе экономику. И мы эту экономику и дальше будем рассматривать. А впереди, забегая вперед, мы будем еще рассматривать, как все речи между планомерным характером амунистического производства и элементами стихийного, социалистического, даже, производства, можно сказать, и элементами стихийности его организации. А кто это организовывает? Организовывает это все систему управления. Уже какая? Государственная. Вот государство проявляется, как говорится, четвертое против речи. И что такое государство? Это сила принуждения, классового принуждения. И тогда надо, чтобы в этом, если вы хотите, чтобы не было бюрократизма, карьеризма, ведомости и вестничества, которое представляется в негативную сторону этого противоречия, в управлении необходимого всеобщее участие в управлении. Но это мы с вами подробно рассмотрим в следующий раз. А пока вы можете, вот как раз, есть возможность почитать, как это непосредственно в работе с тем исправлением, о котором я говорил. Тут так и разделено. Раздел первое. Всеобщее противоречие развития социализма, его непосредственное вложение в экономическом базисе. Борьба за полномодерное осуществление приоритета общественных интересов. общественных интересов. Планерная регмирация борьбы за развитие коммунистической природы и социализма. И так далее. Так, тогда спасибо за внимание, на этом сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok